По умолчанию композитный сайт работает следующим образом. Запрос приходит к Apache, он запускает PHP и отдает файл кэша, который хранится на диске. Мы можем еще оптимизировать работу композитного сайта. Первое. Отдавать статичку NGINES. Этот сервер горе быстрый и меньше требует ресурсов. Уменьшим нагрузку на процессор и память. Ускорим время отдачи страницы. Второе, что мы можем сделать, это хранить кэш в MMCash, снизив нагрузку на диск, отдавая из оперативной памяти страницы, что значительно быстрее. Правда, тут все еще зависит от того, как у вас настроен MMCash. Такая возможность появилась в версии главного модуля 14.5.2. Отсюда вытекает, что по сути существует 4 варианта хранения отдачи кэша. Первое. Связка PHP Apache файл. Этот вариант по умолчанию, когда кэш отдается с помощью PHP и отдается с диска. Это самый медленный вариант. Но когда на хостинге вам недоступны конфиги NGINES и не установлены MMCash, это нормальное решение. Связка PHP Apache MMCash. В данном случае кэша дается все так же PHP, но кэш хранится не на диске, а на MMCash, который можно настроить таким образом, что кэш будет храниться в оперативной памяти и работать быстрее. NGINES файлы. Мы уже не запускаем Apache PHP для отдачи файлов кэша, а запускаем более быстрые и легкие NGINES. NGINES читает файлы кэша напрямую из диска. NGINES MMCash. И потенциально самый быстрый вариант, когда у нас кэш отдается также NGINES, но не из диска, а читается уже из MMCash. Первый вариант. Этот вариант у нас работает тогда, когда мы настроили работу композитного режима и все. Рассмотрим второй вариант. Для этого у вас должен работать сервер MMCash, и вам нужно произвести несложенную настройку в обменке. Если у нас установлен главный модуль версии 14.5.2, то у нас имеет дополнительный блок настроек механизм хранения кэша, где мы можем выбрать варианты хранения кэша MMCash. То есть обычно мы выбираем в файлах, то есть по умолчанию хранится в файлах, мы можем выбрать вариант MMCash. Тут необходимо прописать хост и порт. А также мы можем проверить соединение. Вот видите, соединение установлено, MMCash работает. Если у нас же версия битрикса, в которой есть модуль веб-классера, то мы можем кроме такого варианта выбрать еще MMCash кластер. А в данном случае все настройки MMCash настраиваются на странице модуля. Веб-классер. В данном случае, как видите, да? И здесь это все управляется. Давайте выберем MMCash, соединение мы протестировали, сохраняем. Теперь у нас сайт должен работать в композитном режиме, кэш хранить соответственно MMCash. Давайте проверим это. Откроем приватное окно. Обновляем. Видите, что у нас сайт заработал в режиме композитного сайта. Теперь, как же мы проверим, что у нас действительно берется из MMCash? А для этого мы пойдем и посмотрим, пути битрикс, html pages, имеются ли здесь, собственно, файлы кэша. Как видим, файлов кэша здесь нет. А композитный режим у нас работает при этом. Плюсы используем MMCash. Хранение кэша в памяти. Автоматическая очистка кэша при наступлении лимитов. Можно настроить engines для отдачи кэша из MMCash. Продолжение следует...